Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Урожайность в этом хозяйстве самая высокая по району Она составляет 22,81 сетнера с гектара Есть поля, где эта цифра достигла 51 сетнера И все это благодаря своевременному посеву озимых культур и хорошей обработке почвы Также хорошими темпами ведется уборочная работа в колхозах Победа имени Худайбердина, Ленин, Юла, Дружба, Правда, Волга, Заря А труженики колхоза имени Мичурина перевыполнили план продажи зерна государству Крайне низкими темпами ведется уборочная работа в колхозах Имени Максима Горького, Авангард, Мир, Урал и Воядинском совхозе К сожалению, приходится констатировать, что руководитель этих хозяйств Уборочная страда застала врасплох Кроме того, в районе началось скердование соломы Она убрана на площади 5000 гектаров Спахана зябь на более чем 1500 гектаров земель Хорошо ведется работа по вспашке зяби в колхозе имени Мичурина, Искра, Ленин, Юла, имени Парижской коммуны В районе также продолжаются кармозаготовительные работы В связи с засухой во многих районах республики По заданию Кабинета Министра Республики Башкортостан До хозяйств района, предприятий, организации города Доведены задания по дополнительному накоплению объемов заготовки разнотравья и веточных кормов Всего по району необходимо заготовить более 6000 тонн дополнительного корма для общественного животноводства Хорошие виды на предстоящий второй укос многолетних трав В особенности люцерны в колхозах Волга, имени Куйбышева, Парижской коммуны и в Буйском совхозе Эти и многие другие вопросы были обсуждены на состоявшемся оперативном совещании при местной администрации Руководители предприятий и организации города, руководители колхозов, совхозов района Специалистов управления сельского хозяйства и продовольствия и руководства местной администрации Пока темпы уборки урожая по району низкие Сказал в своем выступлении глава администрации города и района Назир Загитович Зиазов Слабо организована работа во многих хозяйствах Крайне плохо подготовлена техника к жатве До сих пор во многих хозяйствах у руководителей руки так и не дошли А может голова не сработала Очистить от мусора зернотоки Убрать разбросанные остатки удобрения и металлолома Провести дезинфекции сладких помещений Отремонтировать электропроводки Казалось бы, куда чем привычное дело, но нет Нужен толчок сверху На совещании были заслужены доводы Руководители отстающих хозяйств Колхозов имени Энгельса Восток, мир, родина имени Чупаева Время не ждет, время торопит К тому же с начала августа ожидаются проливные дожди По расторопливе нужно быть всем тем, кто сегодня занят на хлебозаготовке Ведь от нее зависит все наше благополучие Уважаемые телезрители, а теперь слово представляю своему коллеге Ильдару Фатхуддинову Уважаемые телезрители Какое значение в нашей жизни имеет хлеб и хлебобулочные изделия, никому объяснять не надо Хлеб всему голова Этим все сказано В последнее время в нашем городе наблюдается известное напряжение с хлебом С его качеством Особенно хлебом первого и высшего сорта И с качеством хлеба вообще В подобных ситуациях, как показывает жизнь Крайне необходима максимальная информированность и гласность в проблемных вопросах В связи с этим мы обратились ко всем заинтересованным сторонам Ко всем специалистам, которые так или иначе участвуют в производстве хлеба Вашему вниманию мы предлагаем запись круглого стола В котором приняли участие директора хлебозавода номер 4 Богаова Римма Мансуровна И исполняющая обязанности директора хлебозавода номер 8 Нот Орса Нот 5 Аухатова Галина Александровна Исполняющая обязанности председателя правления РАЙПО Гарифуллин Ренат Хамадханович Главный бухгалтер элеватора Майкова Нина Палуна Большую помощь в организации круглого стола А также участие в нем приняла заведующая отделом торговли местной администрации Порозова Марина Риммовна Нина Павловна Вот в общем-то домохозяйки хорошо знают, что качество хлеба Его, так сказать, вкус, даже его внешний вид Во многом зависит от качества муки Вот вам как человек, который немало лет проработал на хлебоприемном предприятии Что вы вот скажете по качеству муки Потому как, в общем-то, и претензия в основном предъявляются Со стороны горожан качество хлеба, с этой стороны качество муки Ну, о хлебе, прямо говорить, плохо или хорошее, нельзя Мука в Яновольский элеватор поступает из Довлеканова, у Фимского хлебокомбината Поступает по сертификату и к нему прилагается качественный ордер Поэтому мука уже поступает проверенная При Яновольском элеваторе имеется пекарня Где, хотя в малом количестве, мини-пекарня Тысячу булок мы выпускаем в сутки Мы производим хлеб из этой же муки И поэтому сказать, что плохая или хорошая, мы не можем За нашим хлебом очередь занимает ночью Почему в других хлебозаводах мука плохая получается Почему хлеб уходит плохой, я сказать не могу У нас, конечно, трудности, перебои в первом сорте, в высшем сорте А второй, ржано-сеная, ржано-абдирная Пшона ржано-абдирная Мука у нас на складах имеется очень много И условия хранения ее нормальные Поэтому качество должно быть соответствующее Отсутствие первого и высшего сортов Особенно сказывает о том, что отсутствуют средства На приобретение муки этих сортов За наличный расчет мы купить не можем Денег, средств в элеваторе нет А наши прямые покупатели Хлебозавод номер 8, хлебозавод номер 4 И другие не могут рассчитывать за полученную муку Полученную муку прежде За долг складывается миллионами В общем-то мы сейчас услышали мнение людей Которые, как говорится, с разных сторон видят Проблему с хлебом И сейчас хотелось бы узнать, в общем-то, мнение И непосредственно самих хлебопеков Об этом нам расскажет Римма Мансуровна Директор нашего хлебокомбината По качеству мука не было Но нам не дано право печь плохой хлеб Но тем не менее Из-за недостаточностью первого сорта Высшего сорта Наши заводы не могут выпускать В достаточном количестве Эти хлеба, именно этих сортов Почему и очередь в магазинах Люди скажут, что из-за нехватки хлеба Хлеба достаточно выпекаем По заявкам магазинов Магазины заявки составляют По потребности населения В основном очереди за первым и высшим сортом Но первым сортом большие перебои у нас В связи с недостаточностью На элеваторах первого сорта муки Мы Яновольскому элеватору задолжали более 83 миллионов Нефтекамскому элеватору более 20 миллионов Если бы вот эти деньги от торгующих организаций Поступало вовремя Мы бы могли своевременно расплачиваться с элеватором Элеватор, в свою очередь, мог бы со своими поставщиками Но это уже последние 2-3 года Болезнь общая С нами очень плохо рассчитывается райпо Более 20 миллионов задолжали колхозы Это, конечно, очень самая малая цифра Но, тем не менее, для нашего завода это большая цифра В связи с тем, что самая недостаточная Первого и высшего сорта хлеба Мы идем на такие Мы идем, завозим муку со стороны Идем на большие убытки Вот недавно завезли с нефтекамского элеватора Владимирскую муку для того, чтобы только работать В балке с нашей давлекановской мукой Последнее время На давлекановскую муку очень большие нарекания Мы сами точно не можем определить в лабораторных условиях наличие картофельной палочки Известно становится после того, как мы испечем хлеб А уже раз партию хлеба испекли, она ушла в магазины Естественно, несколько звонков было И в горсовет, в торговый отдел были С булками хлеба покупатели подходили Когда действительно разрезаешь хлеб Мякишка сыропечный С каким-то посторонним неприятным запахом Это уж только знаешь Есть, конечно, метод Вообще-то мы из такой муки не должны хлеб печь Она не столько токсична Мы с этой мукой должны работать только в смешанной валке Допустим, с ржанными сортами В связи с тем, что нет другой муки Нам приходится печь из этой муки Естественно, находим другие методы Улучшители В частности, мы сейчас работаем в основном ручным хлебом Хмель постоянно сам сейчас применяем Жидкие дрожжи Хотя на первый сорт это не рекомендуется по технологии Стараемся улучшить качество хлеба Но последнюю неделю, товарищи, надо и другое сказать У нас крупнейший Не то, что крупнейший А очень большая поломка была Мы сейчас реконструкцию печи ведем в хлебной линии Но все-таки В частности, мы и в этом замечаем Некачество, плохое качество Реконструкцию печи Для того, чтобы улучшить выпечку Качество выпекаемого хлеба Теперь слово мы хотели бы передать Галине Александровне коллеге Риме Мансуровне В настоящее время мы тоже, как и все, работаем очень тяжело И в основном, значит, на таких сортах, как из муки высшего и первого сорта Причина в том, что в настоящее время мы не имеем денег Во-первых, закупить высшие сорта муки И первый сорт не можем закупать в том случае Потому что мы имеем задолженность элеватору в количестве 50 миллионов рублей И поэтому даже первый сорт, который Нина Павловна нам может давать С элеватором мы покупаем очень с большой трудностью Потому что наличку зарабатывать очень тяжело Элеватор первый сорт нам дает за наличку И в результате этого хлеба у нас, значит, сортового очень мало За последний месяц мы вообще выпекаем хлеб из муки первого сорта Только булочные изделия, это батоны к чаю Значит, с сахаром они саечку выпекаем, славянку выпекаем Маленький развес выпекаем потому, чтобы хотя бы каждому человеку достался кусок хлеба белого А хлеб белый, как таковой первый сорт, который население ждет от нас Мы выпекать не можем из-за того, что в наличии у нас нет муки Ну, насчет качества муки я хочу, значит, сказать то, что башкирская мука, как все знают, очень со слабой клейковиной Мука, значит, часто бывает пройденную огненную сушку по нашим результатам проверки Но мы с такой мукой все равно работаем Стараемся выпекать, значит, хлеб лучшего качества Что делаем для этого? Для этого у нас, значит, разработана своя технология хлебопечения Это в основном работа на жидких дрожжах, прессованных со смеси с жидкими дрожжами В результате этого мы все-таки получаем, снимаем вот эту липкость, которая имеется, значит, в муке И думаем, что если хлеб будет раскуплен у нас вовремя, то жалоб на наш хлеб не должно быть Мы в последнее время не могли работать чисто на втором сорте муки, из которой можно выпекать хлеб второго сорта Потому что в наше время, вот сейчас стоит жара, развивается картофельная болезнь, тягучка Поэтому мы работаем хлеб с ржаной Смесь, значит, второго сорта и ржаный-объярной Где повышена кислота, в результате чего липкость снимается Был у нас случай, дней 10 тому назад липкость мы снять не могли Но мы добились своего результата, и хлеб в настоящее время у нас хороший Жалоб к нам насчет качества хлеба, в частности, на мой завод, пока не поступало И желательно бы, чтоб не поступило Вот такие у нас проблемы Проблем, конечно, очень много И очень тяжело стало работать с мукой Тяжело работать, так как мы не имеем данного количества муки Я бы, например, очень много испекла Я бы испекла, но я не имею возможности Так как у нас работает только свой магазин Который на территории хлебозавода имеется Дает выручку в среднем около миллиона рублей И выезжает ежедневно у меня машина торговать с хлебом Вот на эти деньги я живу В настоящее время, значит, нам торгующие организации Доложны на сегодняшний день Райпо 107 миллионов Орснад 537 миллионов денег Мы элеватору Грубо 50 миллионов должны на сегодняшний день Очень понять надо и Нину Павловну, которая нас, значит, и выручает Что мы не можем, значит, рассчитаться с ней Своими деньгами Ну, вообще-то мы просим, чтобы кто-то нам Хотя бы вот в этих расчетах помог Мы же ежедневно хлеб выпекаем У меня 60 человек рабочих Я им должна дать работу И мы работаем Выпекаем, значит, в среднем по 6 тонн в сутки мы выпекаем Весь хлеб у нас расходится Работаем по заявке В общем, все дело стоит в том, чтобы торгующие организации с нами рассчитались Мы бы рассчитались с элеватором И, может быть, работа бы у нас пошла Ренат Хамадханович, вот мы послушали выступление ваших коллег По, так сказать, хлебу, по производству хлеба И сейчас добрались, в общем-то, до наиболее чувствительной звена в цепочке Это до его реализации, то есть до розничной торговли Понятно, что без эффективной вашей работы будут стоять, в общем-то, и испытывать трудности И хлебоиспекающие предприятия, и элеватор То есть, вся эта польщика будет так или иначе как-то реагировать на ваши успехи и неудачи Скажите, пожалуйста, по этому поводу несколько слов Так, Яновское потребительское общество В основном хлеб получают для продажи города Это из хлебозавода номер 4 и номер 8 У нас еще есть свои хлебопекарни, это деревнях Деревни Новый Арталон, деревни Ваяды и деревни Карманово С этих хлебозаводов, со своих хлебозаводов Иногда мы приводим и в город Нареканий на качество хлеба никогда не услышали Как было сказано, уже занимает прямо с утра очередь для покупки этого хлеба Ну, есть, конечно, нарекания в отношении То, что получаем хлеб, особенно номер 8 Да, в последнее время возникли очереди около хлебных магазинов Хлебные магазины всегда у нас работают вовремя Распорядок выдерживает И никогда наличие хлеба там не прекращается Это в последнее время, вот, значит, с продажей вот исчезло, как вы сказали, вот белый хлеб Вот из-за этого для покупки белого хлеба возникает очередь Конечно, во-вторых, у нас немножко очередь не реальность получилась Из-за установки кассовых аппаратов Это вот сдерживает работу продавцов Мы, конечно, это устраним Если надо будет, то дополнительный кассовый аппарат поставим Ну, поток там, значит, покупатель направлять надо Над этим мы работаем Ну, что касается долгов Конечно, мы это долги Над устраним долгов должны работать Ну, мы полностью, вот, в последнее время ликвидировали долги вот перед элеватором Полностью Последние, вот, 10-15 дней работали Обеспечить население сахаром Ну, надо сказать, и мы очень много отвлекаем средств на строительство Мы построили гараж Административные здания строим Ну, без этого тоже мы не представляем Наше репо Если этих объектов не будет Ну, мы в ближайшие 10-15 дней Постараемся это долголиквидировать Мы ежедневно, особенно во четвертому хлебозаводу мы отпускаем Так, значит, наличные по два Восьмому отпускаем, значит По 2,3 миллиона в наличных денег Ну, в дальнейшем будем работать Я считаю, в ближайшие 10-15 дней мы этот долгол устраним Марина Ильинина, вот мы выслушали, так сказать, все заинтересованные стороны Вот, выслушали мнение специалистов Людей, которые, как говорится, не первый год работают с этим Продуктом И, наверное, подытоживая сказанное Подытожив сказанное, подводя итог Нашему, в общем-то, разговору Хотелось бы услышать ваше мнение В конце вот этих вот выступлений Скажите, пожалуйста, свое мнение тоже Ну, вот мы и закончили разговор Сегодняшний Целью которого, конечно Было выяснить все-таки Какие же причины наших больших очередей за хлебом И, значит, отсутствия Достаточно ассортимента хлеба в магазинах Ну, прежде всего Значит, вот, как вот вы сказали Идем по цепочке И мы теперь начнем с обратной стороны Ведь, действительно, хлеб в магазине Никто не дает бесплатно Каждый покупатель рассчитывается За купленную буханку хлеба Поэтому, значит, здесь речь идет о том Чтобы все руководители торговых предприятий Взяли на особо важный контроль Своевременную плату за, значит, запроданный хлеб Чтобы данная выручка шла сразу на погашение задолженности Перед хлебозаводами К слову сказать Вышел указ кабинета министров Согласно которого, значит, в каждом торговом предприятии В банке будет открыт специальный счет На продовольственные товары и сельхозпродукцию То есть выручка от реализации продовольственных товаров И сельхозпродукции Будет поступать в количестве 70% На данный счет Значит, средства с этого счета Будут идти централизованно Только на приобретение вышеуказанных Значит, продуктов питания И продукции сельского хозяйства Это все-таки, может быть, нам поможет Своевременно рассчитаться с хлебозаводами Хлебозаводы, в свою очередь, рассчитаются с элеватором Элеватор приобретет необходимую нам муку В которой мы более-менее сегодня нуждаемся Вот, и будем иметь, естественно, магазин Хлеб первого и высшего сорта Что касается качества хлеба Конечно же, качество хлеба нужно, значит, нам повышать Нужно работать над этим Если даже поступает мука более низкого качества Значит, нужно добавлять какие-то компоненты Работать, ну и выпекать хлеб, конечно Более-менее надлежащего качества Уважаемые горожане Показывая этот сюжет, этот разговор За круглым сторон Мы стремились в известном смысле Снять информационную напряженность Мнение специалистов О дальнейшей судьбе хлеба на наших прилавках Об их проблемах и трудностях в работе Вы также услышали Будем ждать результатов Производство хлеба Это многоэтапный и сложный процесс Поэтому мы хотели бы предостеречь наших зрителей От одностороннего, чисто обывательского подхода В оценке работы участников хлебного конвейера Тем не менее, не будь сказано в обиду хлебопекам Но трудно объяснить разницу между, скажем, качеством хлеба Выпекаемым хлебозаводом номер 4 На который много нареканий И качеством хлеба, производимым на хлебозаводе номер 8 Кроме этого В короткой передаче Специалистам трудно Изложить все свои проблемы Все свои трудности Поэтому будет справедливо упрекнуть И сами хлебозаводы За то, что они своевременно Не заключают договора Например, с РАЙПО Вследствие чего несут большие Денежные затраты И теряют, в общем-то, немалые суммы Уважаемые телезрители В дальнейшем мы также будем стараться Оперативно и всесторонне освещать Вопросы, которые касаются жизни нашего города Тех злободневных проблем, которые касаются каждого из нас Этот теплый летний вечер Понедельника 24 июля Стал для коллектива колхоза Победа И его председателя Отдавшего этому коллективу более 40 беспокойных лет Мозгут Кашаповича Кашапова Незабываемым праздником Еще одной светлой страницей биографии И колхоза Победа И его руководителя Бывшего фронтовика В этот вечер работники элеватора Торжественно в праздничной обстановке Принимали красный обоз из этого колхоза Для Мозгут Кашаповича Это событие двойной праздник Во-первых, первыми выполнили госзаказ Во-вторых, бывшему фронтовику В этом году исполняется 70 лет Хотя, если судить по внешнему виду По его молодцеватости, подтянутости и энергии В это очень трудно поверить По сложившейся традиции Доброй традиции Представители колхоза с приветствием И хлеб солью Обратились к главе администрации города и района Назир Загитовичу Зиязову Уважаемые товарищи Примите выращенный хлеборобами нашего колхоза хлеб Хлеб нового урожая Это труд наших трактористов, комбайнеров, водителей И тружеников нашего колхоза Пусть каравай района будет весомым И труженики колхоза Победа Уважаемые товарищи, собравшиеся на этот торжественный митинг Действительно, сегодняшний вечер для всех наших здесь присутствующих Не только для колхозников колхоза Победа Для всего района Очень радостные мероприятия и события Как всегда Вот вы, Масут Кашапыч, ваш колхоз Возглавляемый вами хозяйство Ежегодно первым в районе выполняет Госзаказ по продаже хлеба государству Это замечательный день Для, прежде всего, для колхозников Для всех коллективов района Для коллектива элеватора Для администрации города и района Поэтому мы от души поздравляем вас Достигнутой победой Выполнением госзаказа по продаже хлеба госресурса Желаем вам доброго здоровья, счастья, успехов В дальнейшем всего вам доброго Спасибо за хлеб Мы надеемся еще, что вы на этом не остановитесь Как минимум 2,5 лет вы не отдадите Потому что 40% уроки проведены на сегодняшний день Мы еще, надеемся, продолжим сдача хлеба государству Большое спасибо вы за донесенный хлеб За ваш добросовестный кропотливый трог Спасибо С ответным словом выступил Мазгуд Кашапович Кашапов День или этот год Очень знаменательен своими событиями Недавно провели 50-летие победы от фашистской Германии Провели Курултай, башкирский Курултай Это всемирный Курултай Который имеет большое и огромное значение Жизни башкирского народа, она историческая. Так что наш сегодняшний праздник, это я считаю праздник, правильно сказали, наверное, это для своего района. Что касается, мы на этом не остановимся, будем продолжать и завтра, и сегодня будем продолжать. Ну, надо сказать, нами на сегодняшний день скошено 60%, скошенному убрано 42%, средний урожай сегодня вот почитали более 20, с каждого гектара. Скирдование солома идет, спашка зябь идет, засыпка семян мы полностью завершили, надо сказать, уже вот и горох, ящик, пшеница, дрожь, во всем. Так что и по животным продукциям тоже надо отратить, ведь месяц план продажи мяса будет перевыполнен. С теплыми словами благодарности к участникам красного обоза обратился и исполняющий обязанности директора хлебоприемного предприятия Булат Каусарович Хатипов. Кроме и фотом добытое зерно наш коллектив постарается принять, качественно сохранить и использовать в дальнейшем это зерно в продовольственных целях. Человеку постороннему, далекому от напряжения уборочной страды, не знающему, каким потом достается хлеб, наверное, показалось бы помпезным и попахивающим социализмом организация и встреча красных обозов, их торжественная и праздничная атмосфера. Но, уважаемые телезрители, давайте вспомним, а много ли сегодня на селе, идущих от души праздников, часто ли мы балуем сельского тружника вниманием? В этот вечер хлеборобы, пусть и ненадолго, могли снять напряжение уборочной страды и порадоваться редким минутам, подаренным участниками художественной самодеятельности Дворца культуры и Дома техники нефтяников нашего города. В этом слове всей жизни основа неделима хлеб, мир, труд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Присутствующих искренне порадовало пение Мурада Валиева и задорный танец Идзиры Яртиевой. Кто знает, может их выступление напомнило мозгутко Шаповичу суровые годы войны, выступление фронтовых бригад артистов. Порадовал своих земляков сильным и красивым голосом певец, солист театра оперы и балета Башкортостана Фанови Салихов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 светофора. Пошел хлеб в государственные закрома. Ежедневно в 9 часов вечера в административном здании элеватора проводят свои заседания оперативный штаб по уборке урожая, который координирует работу сельских механизаторов, работников зернотаков, автотранспортников и железнодорожников, всего агропромышленного комплекса. Работа штаба проходит в деловой требовательной обстановке. Специалисты и руководители хозяйств, автотранспортных предприятий города, сотрудники различных заинтересованных служб город-дела милиции, ответственные работники сверхозуправления и администрации города и района, их совместные скоординированные усилия позволяют избегать потерь зерна, непроизводительного простоя сельскохозяйственной техники и автотранспорта. Много нареканий вызывает инженерно-техническое обеспечение сроды. Бывает не обеспечивается и не оказывается необходимый момент ответственные работники и специалисты, хватает забот и на других участках, скажем, по тем же зернотакам. Вот и на этот раз в конструктивном русле были решены, в частности, вопросы взаимоотношений и расчетов с железнодорожниками, выслушены сообщения о результативности работы обслуживающих уборку предприятий агропрома, а также сотрудников госавтоинспекции. Все вопросы уборки урожая находятся под пристальным вниманием и контролем главы администрации города и района Назир Загитовича Зиязова. Допоздна горит свет в зале заседания штаба. Идет напряженная работа по обеспечению бесперебойной работы уборочного конвейера. На днях у нас в районе прошел шахматный турнир, посвященный Всемирному дню шахматистов. Есть у шахматистов такое выражение, звучащее на латинском языке «Унес де уна», что в переводе означает «Мы все одна семья». Это своеобразный девиз всех шахматистов. Необходимо отметить, что семья наших иноольских шахматистов большая и дружная. Здесь они находят помощь и понимание. И каждого в клубе помнят и любят. Поэтому и матчи прошедшего турнира были посвящены друзьям-шахматистам, которые рано ушли из жизни, но остались в сердцах близких друзей. Это Сапин Кассир Сапинович. Газизов Оксан Хасанович, Файзулин Фарет, Хаджигалеев Ревкат, Ахмадуллин Ренат. Шахматный блиц-турнир, посвященный Всемирному дню шахматистов, проходил на лоне природы, где сама природа будила умы и призывала к победе. В турнире участвовало 13 человек. Участниками были шахматисты со всего района, сильнейшие из сильнейших, имеющие первый и второй разряд. Люди, увлеченные и преданные шахматам. Арбитрами на первенстве были Фаизов Кадим Гарипович, председатель шахматной федерации района, который чуть ли не с рождения увлечен шахматами. Он, после окончания вуза, приехав к нам в район, отдал много сил и энергии для развития этого спорта в нашем районе. Ему помогал судить Арестов Николай Павлович, многократный чемпион района, который неоднократно защищал честь района в республиканском масштабе. И третьим членом судейской коллегии был Нурдинов Раис Сагитович, который тоже с детства влюблен в шахматы, и ему неоднократно приходилось бороться на республиканских соревнованиях, защищая честь района. Необходимо подчеркнуть, что мастерство и спортивный уровень генаульских шахматистов в республиканском масштабе достаточно высок. В прошедшем турнире «Фортуна» улыбнулась Гусманову Зикалзакевичу, занявшему первое место, Арестову Николаю Павловичу, занявшему второе место, и на третьем месте был Фаррахов Мугалин. Победа досталась им в честной, упорной борьбе. Пусть удача, здоровье, бодрость духа будут спутниками их жизни. И это здорово, что у них есть дружная шахматная семья, которую всегда поддерживают и районный спортивный комитет, и профсоюзный комитет одного из крупнейших предприятий нашего города нефтегазодобывающего управления Краснохолмск нефти. Материал подготовлен Казарбаев и Гульшат, НГДУ «Краснохолмск нефть». Уважаемые телезрители, на этом наши передачи окончены. До свидания.